Ребят, вы просто взгляните, где я. Два месяца назад я даже представить себе не мог, что я выйду из дома. А сейчас я нахожусь в какой-то жопе мира, где вокруг одних холмы, небо, горы, мотоцикл. Я и больше никого. Это невероятное ощущение свободы. Чувство того, что я сейчас тот, кто я есть на самом деле. Ради этого все это путешествие необходимо. Вся эта иллюзорность, вся эта глупость того понимания. Я уже все знаю, я что-то выучил. Да ни хрена я не знаю, потому что мир невероятно огромен. И в нем еще столько всего, что можно выучить, что нам никогда не дано за всю жизнь выучить даже маленькую крупицу. Поэтому просто живите, наслаждайтесь. На въезде в Иркутск я не подозревал ничего подобного эмоционального, что приключится со мной. Я решил купить себе китайских товаров в дорогу. Китайские продукты, приехали. Нашел китайский магазинчик. Вот он так выглядит. И здесь побеседовал с местными. Здравствуйте. Здравствуйте. Они хотят увидеть, что они хотят увидеть, что они хотят увидеть. Какие шуфары и сан-зи? Ну, я не знаю. А, почему, почему. Я не знаю. Я хочу сказать, что они... Я не знаю. Я хочу сказать, что они в Иркутске... Я не знаю. Это продуктовый магазин в Иркутске. Позвольте представить вам. Зовут Марина. Вот в Иркутске, если захотите товары для себя, для готовки, для подарков, все, что хотите, можете переходить. Потому что увидели, как меня тепло и радушно встретили. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я знаю. Я знаю. Я знаю. Я знаю. 20 лет. Вы 25 лет назад приехали в Россию. Одна? Нет, муж. Собой. А, муж и вы вместе. Вот вы вместе приехали с мужем. А как мужа зовут? Игорь. Игорь? Игорь Лобан. Нужно говорить Лобан всегда, тогда это приятно. А часто возвращать? Это, нет, это два года, один год, потом, если хочу. Каждый один или два года возвращается домой? Один, один, 12 лет, 20 лет, надо смотреться. А там дом что-нибудь есть, я думаю? Ну, дома есть. Дом есть? А, родители там? Да, родители, где Россия. Родителей много. А, родители много, да. А, родственники? Родственники, да. Родственники. Много родственников. А вы им отправляете отсюда посылки российские товары? Конфета, шоколад? Да. Я очень люблю Клеменц и Россия посуду, это хорошо. Косметику для лица и посуда российская? Да, да. Очень хорошо. И еще это давление, такое давление тоже хорошо. Ага, я понял. В общем, теперь знаете, что брать с собой, если вы едете в Китай, то для своих китайских друзей делайте хорошие подарки, потому что хороший подарок – залог хороших отношений. Приглашаем всех к нам в магазин, добро пожаловать. В Иркутске я гостил у Оли и ее мужа Алексея. Они позвали меня на Байкал. Та часть России, где воздух пахнет копченой рыбой, пахнет пресной водой. Можно посмотреть на Байкал. Я в Листвянке. Дорога от Иркутска упирается в этот населенный пункт, прямо сразу в Байкал. И здесь вот самая крайняя точка, где можно арендовать беседку. Вот, там что-нибудь само приготовить? Или в пачках напротив купить что-нибудь? После Байкала я отправился сам в Улан-Удэ и увидел своими глазами самую красивую часть Байкала. Но перед ним меня ждал добрый инспектор ДПС. Что у него, объем 650? Да. Что, хватает? Мне хватает. Это у меня первый сезон. Да? Поэтому, да. Ну что, займусь не последним. Так, в принципе, тут все. Так, это вот эти документы. Новые? Ну, практически, да. И сколько такое стоит? Ну, Сифото китайский производитель. Новый. Со всем одессом. С боковыми. С этими кофрами. С этими защитами. Сколько 500 тысяч. Японец такой. Или европейца. За миллион, миллион двести. И вот я проехал. Ну, хоть бы что. Да? Да, вообще не. Это уже сами дополнительные, или это и было уже? Да, да, да. Туманки сам поставил. Сам поставил. Поставил сам только туманки и средний кофр. Все остальное, что так и было. Все входит 500 тысяч. Вы сами мотоциклист? Да, у меня тоже. У меня тут и Сибирь. Можете сесть, посидите, почувствуйте нормальный мотоцик. Не, я не против. У меня 600 РР. Все документы в порядке. Теперь я буду спокоен. Наверное, у таких, конечно, расстояния не есть, как вы ездите. Слушайте, ну вы здесь живете. Я такое вижу в первый раз в жизни. Я настолько рад. У меня просто сердце обливается радостью. Это неинаверно круто. В Питере там равнина. Ну, может, лес. Как бы, а горы, вода. Вы стоите вот здесь, как же деньги, живете на Байкал. Вы уже глаз замылился, наверное. Ну, ладно, что, удачи тебе. Да, спасибо большое вам, вам тоже удачи. Давай, давай, аккуратней. Да, хорошо. Ни где не бросай ничего, ни это. Ладно. Вооружившись советом инспектора, я, ничего не бросая ни это, решил найти хорошее место, чтобы рассказать про свою родню. Поэтому я свернулся, дирая трассы, и вот по такой дороге отправился в неизвестном мне направлении. Это место называется смотровая площадка, нашел ее сам на Яндекс.Картах. Вашему вниманию предлагается посмотреть на эту дорогу. Капец! Я приехал. Я хотел немножечко пролить свет на тот день, когда в Красноярске я оказался в архиве ФСБ, получил доступ к архивному делу, которым одним из фигурантов является мой прадедушка. В этом красивом месте, где течет река и вид на горы, всегда я вспоминаю о своих корнях. Потому что природа почему-то, мне кажется, единиц землей, а земля — это корни. Рассказывая свою историю, я хотел бы обратить ваше внимание на то, как обстоят дела у вас с корнями. И просто хотел обратиться тем, чтобы вы не забывали. Если у вас есть возможность что-либо узнавать или не забывать, делайте это. В моем случае я узнал, что у моего прадедушки было также другое имя, которого мы не знали на китайском языке. Про него я узнал, что у него есть паспорт Советского Союза, в котором его имя написано русскими буквами. Я узнал, что у него нет загранпаспорта, в котором я мог бы прочитать иероглифическое имя. Но что очень хорошо, я узнал, в четырех из возможных бумаг, лишь в одной указано настоящее имя его жены и его дочери. Благодаря этой информации я могу доказать родство. И что самое главное, это позволит мне получить оригиналы документов, среди которых есть фотография моего прадедушки. Подъезжая к Улан-Удэ, вторая часть Байкала очень примечательная. Если посмотрите на карте, то слева и справа окружает болото. Вы сейчас можете видеть, как справа под травой есть вода. Все это болото, там проехать невозможно. Я бы хотел найти это место и оставить вам геолокацию. Но, наверное, вам нужно отправиться в путь самостоятельно. А сейчас немножко про мото-братство. Вы помните, я ремонтировал свой, вернее, проходил ТО в Москве у Стаса. Так вот, я уже в Улан-Удэ, прямиком приехал к Стасу в гости. Стас, привет. А, ну вот, все просто. Пожалуй, все просто. Стас, Стас, охренеть. Вообще, ну ты красавчик вообще. Так что видите, как рождаются профессии. О, а это, наверное, его мото-клуб. А, мото-клуб оппозит? Так, блин, так поэтому он и гоняет на этом. На Бэхе, да? Прикольно, нужно наклеить сюда свой стикер, пока Стас не видит. Сейчас опять всякий, возьму стикер, вместе наклеим, пока никого нет. Ну что, Стас, я уже подготовился, подготовил свой стикер. Сейчас я вас забомблю, тебе на дверь. Прямо сюда. А если что, подвинешь другое место. Приехал его, кажется, батя. Здорово. Я уже побывал из гаража, блин, блин, вообще балдеж, столько мотоциклов. Столько, вот тут. Сейчас нет там мотоциклов. Как нет, пять мотоциклов стоит. О, бля, это, я тут разогнал их, тут полный гараж стоит. Сейчас я открою, а за пять. А чьи они все? Вол, на ремонт. А, я понял. Вот эти два шлема-казара встречает, там три уже пять, семь, снижай. Дед, байкерская жизнь. Знакомимся, знакомимся. Дед, жизнь байкера. Что за фигня, почему байкеры едут, фильмы снимают? Ты едешь, ничего. Себя показать, мне удовольствие получить? Нет, удовольствие получить. Вот это, вот, чувствуете заход? Именно об этом я всегда говорю. Я именно об этом всегда и говорю, что невозможно запечатлеть то, что я вижу. Это можно, это надо? Ну, говорят, надо. Люди меня просят, люди меня просят. Значит, надо. Давай, руки мой, узначал. Вот, 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 мама, мама Лена, мама, мама Стаса. Вот. Прихала? Да, причем, причем, что я, я закатился, меня что очень сильно удивило, очень нетипично для моего мировоззрения. Я закатился сильно вниз, а мотоцикл нужно было откатить назад, получается, задом откатить. И мама такая подошла, говорит, ну-ка, давай, сейчас толкнуй. И хоп, толкнула. В общем, это для меня нетипично, что в семье моя мама так делала. Да, вы прям даже без задней мысли, для вас это привычно. Ну, если сын, муж байкер и еще сын, надо, пошла, сделала. Да, видите, как. Так, руки мойте и за стол. Хорошо. Приехала задалека, и уже, видите, я уже почти как сын. Видите, как знакомого чувака ждут, картошечка, мясо, обалдеть. Я поражен гостеприимством Улан-Удэ. Вот чем дальше на восток, тем сердца больше и теплее. Стас говорил, ты что-то хотел через Монголию заехать? Да, хотел, но я позвонил в Монголию, они сказали, что мы закрыты. Ну, да, они закрыты, я думал. Там до октября, может быть, что-то изменится с первого октября. А сейчас куда-то появится? Сейчас дацан. Это понятно, дацан это просто попутные. Нет, нет, три дацана появились. Но в Алгинске на экскурсию. Потом другой, ирон, иранж, в общем, за этим, за лебедином. А, за гусинка. Да, за гусиноозерскими. Да, вообще это считается самый старый дацан, самый древний. Это там. Это считается центр буддизма. Одно время даже обижались те ламы, что как-то. Да, съездят туда. Ну, там не так, конечно, пафосно, не так обширно. Нет, да, мы не, да, мы лишь видите, не пафосно. Против, подарил. Да, да. У меня мать оттуда. Есть гусинка, это станция гусиноозера. А есть гусиноозерск. Сейчас, когда поедешь, сначала будд гусиноозерск, а потом озеро объезжаешь. Озеро большое, здесь с той стороны будет. Ну, там посел. А там один оттсан или несколько? Один. Так, ребят, смотрите, сегодня я первый раз встретил настоящих байкеров. Они едут из Улан-Удэ, закрыли сезон. Сейчас возвращаются домой, в приграничный город с Монголией, по-моему, Кяфта называется. Вот, мы с ними сфоткались, и сейчас я первый раз в жизни в колонии с мото-байкерами проеду 300 метров, потому что мне направо, а им прямо. Дядя Саша говорил про Тамчинский датсан, но я отправился сначала в Валгинский датсан, всем известный, а потом в Иройский датсан, в котором я провел несколько дней в качестве волонтера. В Иройском датсане меня встретил и приютил в своем доме Лама Гунчен, настоятель Иройского датсана в Иройской долине. Здравствуйте, мы сейчас находимся в Иройской долине, в селе Ташир. Я настоятель Иройского датсана, Чойдон Держелин. У меня в гостях Алексей. В Петербурге, да? Да, в Петербурге. Ага. И сейчас вот хорошие, интересные, у нас тема есть. Мы начали с того, что, я вам сказал, что первое правило поведения буддиста, что Буддашки Муни, который две с половиной тысяч лет назад родился, он сказал, что первое правило – не вредите живому существу. Второе – просьба. По возможности помогайте живым существам. И чтобы это реализовать действительно ярко, действительно безобанно, чтобы не было такого, чтобы я помогаю живым существам, если мы разберемся и мы поймем, что в последнейoby mai не помогаем живым существам, чтобы действительно это хоть чуть-чуть осознать, даже можно без осознавания, без понимания, но чтобы все-таки действительно получалось. Допустим, мудрец это увидит в ситуации и скажет, здорово они реализуются. Самое главное, что нужно? Нужно самоосознание. Для чего самоосознание? Потому что человек, который сам себя осознает, он понимает, хоть чуть-чуть все-таки должно быть понимание то, что мы взаимосвязаны с другими людьми, с людьми. Если мы взаимосвязаны, получается, хоть какая-то небольшая, но должна быть ответственность, допустим, перед... Каждой перед каждым. Да, каждой перед каждым ответственностью. А если есть ответственность, получается, надо следить за своим умом, за своей речью, за своими движениями. Это полно естественно. И такое не может быть, чтобы мы развивались материально и вообще духовность не касались. Тоже так же. Можно ли духовность практиковать и материально вообще никак не получится. Причем потому, что если мы только материально делаем, то есть, ну там, деньги зарабатываем, как-то одежда, еще что-то там делаем, ага. Можно ли это деньги заработать, духовность никак не практиковать. Я думаю, не получу потому, что, чтобы заработать деньги, нужно как-то думать же, логически. Уже умственные, логические обоснования, это уже духовное развитие. Ум же развивается? Развивается. Единственное, могу добавить то, что когда человек что-то делает, у него два пути. Точнее ума. Либо прогресс, либо регресс. Третьего нет. И вы как раз таки коснулись четвертого правила, самое главное. Нужно образование. Чтобы безошибочно сделать этот путь. Или найти того, кто уже прошел этот путь. Образование. Я имею в виду не сам образование. Ну конечно, можно сам образование, но если человек вообще совершенно все сам делает, в какой-то мере, еще главное безошибочно, в какой-то мере он выдающийся человек. Один недостаток, у него какой? Что он один. Это ладно. То, что один. Можно тоже реализовывать одному, но только сначала с училию поговорить, а потом одному делать. А совершенно один человек, который чудесный у него, у него появится гордыня. Очень плохое качество. Почему? Очень плохое качество. А вот эта вот надменность, в искомерии. Потому что я самый лучший. И с другим мнением не считается. Обычно гордый человек сам не понимает, как не считается другим мнением. Обычно же гордые люди, само критически плохо на него развито. Через 7 утра и авто шире. Вокруг гор. Короче, на улице уже ночью был минус 3. Сейчас, не знаю, наверное, плюс 5 где-то. Короче, уже реально сильно холодает. Очень красиво была дорога. Всегда на подъезде. Аааа, как это красиво! *** какой! У меня нет слов! Пляха, муха! Как это красиво! Аааа, охренеть! Это очень красивый ***! Иииииии! Аааа! Экстаз, ***! Боже мой! Аааа! Не может быть! Не может быть! Я это вижу! Здесь есть святые горы, святые источники. Все здесь вокруг святое. Первый в этом месте появился в 1702 или 2003 году. Как Питер. Вот, но он потом сгорел. Его не стало. Сейчас вот восстановили новый. И здесь, причем, что это место, где живет это называется село. И живет 600, по-моему, человек всего. Вот, и для них построен датца. Вот, и местные сейчас планируют делать здесь вроде как ретрит-центр. Ну, или что-то типа такого. Где не только ламы приезжают, где жить, медитировать. А ну и любой может желающий приехать. Так что имейте в виду. Кто хочет в спокойствие, приезжайте. В Иройском датсане я провел несколько дней. В следующей серии я более подробно расскажу, что я там делал, куда я ездил, покажу, как я съездил в горы и как там завалил мотоцикл.